Всем привет! Самоделку, которую я сегодня сделаю, без преувеличений может пригодиться в каждой мастерской. А делать я ее буду из фанеры. Для начала из десятки мне нужно разметить прямоугольник со сторонами 140 на 210 мм. А затем на нем же начертить п-образную фигуру со скошенными углами. Ровнее и быстрее всего вырезать эту деталь получится на торцовочной пиле. А внутренние стороны я решил выпилить электролобзиком, предварительно просверлив по углам отверстия для удобного поворота пилки. И таких деталей мне нужно будет 2 штуки. Далее отмечаю 100 мм от торцов со стороны ножек, назовем их так. И приложив деталь к уже 18 фанере, обвожу ее, но только до отметок. Далее все так же вырезаю. Я уже практически год работаю аккумуляторным инструментом, и на самом деле это очень удобно. К шуруповерту мы давно привыкли, а вот лобзики, циркулярки, шлифмашинки и прочий инструмент на аккумуляторах для многих еще в новинку. Мало того, что тут нет проводов, а на садовом участке, где нет электричества, я это особо оценил, так еще и один аккумулятор тут подходит ко всей линейке инструмента. По сути, имея 1 АКБ, можно прикупить различные тушки и пользоваться всем, что имеешь. Что касается Риоби, то у них есть целый набор инструмента. Я его специально ждал, так как его быстро разбирают. А в совокупности он стоит дешевле, чем если бы я взял каждый инструмент в отдельности. В комментариях у меня бывает спрашивают, как Риоби в работе. Скажу, что я ни разу не пожалел. Но это было лирическое отступление. Идем дальше. После этого, конечно, немного пошлифовываю заготовки. Теперь все детали необходимо склеить. Продолжение следует... Следующая заготовка будет размером 70 на 35 миллиметров. Сразу же зарисовываю на ней точную форму. Выглядеть будет это примерно так, а служить будет в качестве экцентрика. Такую маленькую деталь лобзиком уже неудобно выпиливать, поэтому вырезаю на ленточной пиле. Без шлифовки тут не обошлось. И таких заготовок тоже нужно две штуки. Как только детали склеились, я снимаю струбцины и все идеально зашлифовываю. После этого на ножках в 15 миллиметрах от торцов даю метки. Располагаю центрик параллельно с внешними сторонами и просверливаю все насквозь сверлом на шесть. Кстати, тут не помешает внизу что-нибудь подложить, чтобы при просверливании ничего не вырвало. Сами экцентрики тоже нужно доработать. С округлой стороны на них я наклеиваю наждачную бумагу. Думаю, зернистостью в 180 подойдет идеально. Сама п-образная склейка тоже еще не доделана. С торца ровно посередине на ней нужно просверлить отверстие на 8. А с внутренней части расширить до 10 миллиметров. Это для того, чтобы забить туда крыльчатую гайку. Что еще мне потребуется? Это шпилька М8. От нее мне нужно всего 300 миллиметров, не больше. После этого беру коронку на 45 и из 18 фанеры делаю круг. В нем также расширяю отверстие с одной стороны для крыльчатой гайки. И последняя деталь для самоделки будет из обычного черенка от лопатки. Здесь мне нужен всего лишь отрезок в 100 миллиметров. В нем я просверливаю несквозное отверстие на 8. После того, как отверстие готово, привожу заготовку в порядок на шлифовальном станке. Ну а дальше следует покраска и сборка. Вот так вот. Экцентрики я прикручиваю на болты М6 и затягиваю самоконтрящимися гайками. Ну и шайбы, конечно, тоже не забываю. Далее шпильку нужно приклеить к ручке из черенка. Для этого я сначала отмечаю глубину. Наношу на шпильку клей. Покрываю слоем мелких опилок. Стенки отверстия тоже заливаю клеем. И с усилием вкручиваю туда шпильку. После этого продолжаю сборку. И для этой шпильки осталось центральное отверстие. Немного наживив, накручиваю на нее гайку, надеваю шайбу, хотя она тут не обязательно, и вкручиваю круг. Далее остается только затянуть гайку ключом. На этом самоделка готова. Чтобы показать, для чего она служит, мне потребуется доска и рейка. Я их склеиваю и прижимаю друг к другу этой кромочной струбцины. При затягивании эксцентрики начинают сильнее прижиматься к детали, и все держится очень крепко. Пригодится такая струбцина в тех случаях, когда кромке или торцу заготовки нужно будет что-либо приклеить. А обычная струбцина просто не сможет обхватить детали. Да и бывает, что подлезть и прижать можно будет только таким способом. В общем, если вам понравилась самоделка, ставьте палец вверх и напишите в комментариях ваше мнение. Ну или предложение по доработке. А также подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди много интересного. Всем добра и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok